Добрый день, сегодня анбоксинг X-Man Spark 7х7 Магнитный Ну, не магнитный версии я не видел Только магнитный Коробочка вот такая Какая-то без особых изысков Spark Три семерки Буквка М Раскрывается вот таким образом Тут кубик, он был в пленочке Я уже открыл Вот такой вкладыш И инструкция Инструкцию на всякий случай откроем Еще не смотрим Ну и здесь есть Какие-то сведения о том Как собирать 6х6 и 7х7 Кому-то возможно будет Полезно И все Больше в комплекте Ничего нет Ни дополнительных магнитов Ни сменных пружин Только куб инструкции Ну, наверное, так и надо Хотя обычно Запасные магниты Кладут Семерка Это достаточно долгожданная Как бы Кубик от X-Men Shadow До сих пор является Моим основным Несмотря на то, что У меня есть и AUSH и GTS Очень нравился мне этот куб До сих пор нравится Поэтому семерку я не задумываясь купил И по кручению Семерка на шестерку Конечно, похоже Давайте сначала сравним Цвета Они, по-моему, идентичные Белый, синий Да Все цвета точно такие же Видим по строению Сразу увеличенные Вот эти вот отверстия Если взять Тот же Вудзы Мафанга Тут вроде как поменьше Возможно, из-за цвета пластика Так кажется Если взять Хейс То Да На спарке крупнее Мы видим, что У Хейса Такие острые уголки Здесь они более скрухленные Да точно Логотип Такой же, как на шестерке С золотым отливом Что значит Магнитная версия Что могу сказать О кубике Я его получил уже Где-то неделю назад Но из-за того, что был Сильно занят Так, не смог Снять сразу Анбоксинг И Ну, несколько раз Я его покрутил Кубик Если бы это была Моя первая магнитная семерка Наверное, я бы Им восхитился Хороший Приятно Контролируется И хорошо крутится Но В декабре Я где-то сборок 500 Открутил На кубике Хейс М 7 на 7 Единственное Его недостаток Как я считал Это то, что у него Слабоваты Немножко магниты Ну, как выяснилось К этому легко Привыкаешь И Ну, все Достаточно Приемлемо Вращается Также мне казалось На анбоксинге Что у него Какие-то магниты Отклеились Такие вот Щелчки Происходят Ну, я разобрал Каждый элемент Этого куба И все было на месте А щелчки Происходят С того, что он Просто так Фиксируется Думаю я Что на Хмане Магниты будут Посильнее И да Они посильнее Посильнее Настолько Что Это кажется Непривычным Я сделал Пару сборок На время На этом кубике И время Было хуже Чем на кубике Хейс Да Возможно Я к нему Еще не привык Это были Первые сборки Кубик Непритертый Он был весь Залит Заводской Смазкой Высох Добавил У него Мару Но Пока Он По своим Характеристикам Не превосходит Для меня Хейс Перемешаем Собирать Я полностью Не буду На камеру По крайней мере Вращение Вполне Комфортное Комфортное Но Непривычны Такие Сильные Магниты Поскольку Магнитные Семерки Стали делать Не так Давно И Хейс Был Первым Спарк Второй Ну А довременно С ним Еще вышел АОФУ ГТС-М О котором Будет Следующее Видео Он Уже Приехал Еще Немножко Кручу Своё Мнение Сформировать Хейс Пока Остается У меня В лидерах Те Кому Нравился Шэдоу 6х6 Обязательно Оценят Кубик 7х7 Того же Сабренда Экс-Мена Поскольку Ощущение Очень Похожие Сейчас Вопрощать Очень Похожие Но Опять же Даже По сравнению С Шестеркой Мне кажется Здесь Магнитики Посильнее Ну Вместе с тем Собирать Достаточно Комфортно Цвета Отличные То есть Такие же Как на шестерке С шестеркой Все хорошо Так он выглядит В перемешанном виде Но Затем Несколько Сборок Логотип Не потерялся И он Здесь Кажется Напечатан К примере Создается Такая Видимость Ну Раз напечатан Значит Может Стереться Размер Кубика 67мм То есть Он Чуть побольше Шестерки Сравнить С Хейс Он вроде Как такой Практически Если Вот так Рядом Поставить То кажется Что Хейс Чуть повыше Не помню Может 68 Подпишу Так Куб Хороший И скажу Такую Вещь Если у вас Нет Магнитной Семерки И вам Нравится Шэдоу То Однозначно Понравится И это Если у вас Есть Хейс И он вас Полностью Устраивает Но вы Хотите Попробовать Другую Магнитную Семерку То это Может вам И не Зайти А если Хейс Вам Такой Вот Кубик Это Все Первые Впечатления Поскольку На нем Ну Сборок 5 Всего Я Сделал Притрется Я думаю Будет Лучше Обязательно Буду На нем Крутить Больше Но Проблема В том Что На ближайших Чемпионатах Кубик 7 на 7 В качестве Дисциплины Отсутствует И Только Через Месяц Где-то Я Начну Его Толком Тренировать Поскольку Сейчас Может Делать Акцент На Других Дисциплинах Но Факт Есть Факт Спарк Появился И он Неплохой Он Тоже Хороший Но Хейс Конечно Наверное Притертый Крутится Значительно Легче Ну Это Конечно Связано С тем Что Магниты Рельсы Если Присмотреться Здесь Здесь Рельсы Тоже Есть Но Они Как бы Поменьше Внутри Если Вот так Раздвинуть Виден Неокрашенный Пластик Такой Как и На Шэдоу Если Мы Возьмем Хейс То Его Мы Там Не Заметим Хотя Это Не мешает Ему Крутиться Быстро Ну Как То Вот Так Куб Хороший Но Пока Не Лучший Пока Пока Хейс Лично Для Меня Остается Фаворитом Ну А на этом Наверное Все Следующее Видео Будет Про АОФ Всем Спасибо Всем Пока